Ты готова? Да. Хорошо. Я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию 1945 года, воплощенной на Земле. Один, два, три. Я нашла, но она изменяется. Снимаются все маски, голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду. Один, два, три. Эннель выходит из своего биоробота, становится рядом. Все копии, все голограммы, находящиеся в ее биороботе, выходят силами его намерения и становится рядом. Один, два, три. Да будет так. А так есть. Что у нас там? Мешает очень кто-то. Закрывает ее. Ты можешь ее взять, защитный костюм, поднять? Ну, знаешь, она как будто лежит пополам согнутая на боку. И я не пойму, где ее биоробот, где ее тонкая копия. Хорошо. И я даю команду сил моего намерения. Ее биоробот сейчас отключается от всех. Всего воздействующего на нее проявляется, становится перед тобой. Один, два, три. Да будет так. А так и есть. Да, есть он как отравлен. Бери биоробот в защитный костюм. Бери все вот эти артефакты, которые стоят, копии и голограммы. Есть они там? Нет, они исчезают. Скажи копии выйти из... И я приказываю всем копиям, всем голограмм выйти из биоробота. Нелли на счет 3, 1, 2, 3. Сила моего намерения, да будет так. Ну, у меня ощущение, что у нее вообще тонкой копии нет. Лежа, она прячется. Как темнота сбоку у нее. Ты тонкую копию видишь сейчас? Я вижу биоробот. Биоробот. Хорошо, еще раз, третий раз попробуем. И я даю команду. Тонкой копии Нелли выйти из биоробота, разрывает все связи. Ничего ей не мешает. Она становится рядом со своим биороботом. Я даю команду. Все копии, все голограммы, находясь в ее биороботе, силами его намерения выходят и становятся рядом. Не могут воздействовать. Отключаю все воздействия. Смотри, у нее биоробот. И вот из него выходит, как какой-то фантом очень тонкий. И сбоку, с правой стороны, такая черная занавеска. И вот она, за ней ее тонкая копия. Так, давай, бери черную занавеску, бери тонкую копию, бери эту третью копию. Сейчас защитный костюм. Можешь это все забрать? Да. Хорошо, защищаем биороботу. И в биоробота все вышло сейчас. Даю третий раз команду. Один, два, три. Все, что еще находится в биороботе, выходит. Все чужеродное становится видимым. Пустой биоробот. Отлично. Защищая биоробот защитным потоком Абсолютом. И поднимаясь вместе с тонкой копией Нелли. И со всеми этими сущностями в нашу комнату диагностики на счет три. Один, два, три. Пошел подъем. Влад, подожди. Ты можешь сделать вот этот биоробот, поток Абсолюта и добавить лечебный туда? Хорошо. И сейчас открываю над тонкой копией Нелли поток Абсолюта. Один, два, три. И отдельно от нее пошел восстановляющий, заживляющий канал энергии Абсолюта, Абсолюта, который восстанавливает ее тонкая, восстанавливает ее физический биоробот. Один, два, три. Да будет так. Пошел свет. Ну вот пусть она в нем стоит пока мы работаем. Хорошо, пусть стоит, конечно. Хорошо. Поднимайся в комнату диагностики Мессеннеля. Один, два, три. Пошел подъем. Тяжелая она какая. Трена. Она не дает подниматься. Тянет назад. И сила моего намерения Нелли помогает нам и поднимается вместе с нами в комнату диагностики. Один, два, три. Да будет так. Насчет три. Ты в комнате диагностики вместе с Нелли. Один, два, три. Да, мы здесь сейчас. Отлично. Хорошо. Опиши, что ты видишь. Вот это очень тонкое, что-то прозрачное. Да. Стоит. Что-то как черное, такое тяжелое, как квадрат какой-то. И в нем внутри ее копия, и она как связанная. Хорошо. И силой моего намерения этот квадрат сейчас выходит из ее биополя безболезненно, завязает в воздухе перед ней. Один, два, три. Он очень тяжелый, вот эта вся конструкция. Это тяжесть какая-то сильная. Она вышла или нет, Вера? Сейчас, подожди. Да. Хорошо. Открываем эту коробку или что там такое. Выходит ее тонкая копия. Один, два, три. Готово. Хорошо. Тонкая копия становится рядом. Отправляю этот ящик вместе с голограммой. Голограмма у нас там или что у нас там стоит еще? Это не голограмма, это остаток ее тонкой копии. Они соединиться должны. Я понял, да. Хорошо. Это две части ее тонкой копии. Хорошо. Так, она теперь может в сканер остановиться? Или еще что-то мешает? Она связана полностью в коконе. Хорошо. Разрезаю кокон. Влад, разрежь кокон. Значит, три, один, два, три. И кокон отправляется в клетку тюрьмы и становится ее заложником. Один, два, три. В ту же клетку, где все артефакты. Там появился кто-то в клетке еще. Отлично. Мужчина какой-то. Я его сожгу сегодня. Он говорит, что у тебя не получится. Нет, он защищается. Хорошо. И открывай над ним поток абсолюта любви отца. Один, два, три. Пошел свет. Смотри, он такой недовольный. И он как-то меняется. У него глаза желтые становятся. Плестят. Это голограмм. Сейчас мы найдем, кто это. Так, Влад. У нас есть какой-нибудь удар? Лазером так, чтобы защиту сжечь. Скажи мне. Только защиту, не его. Конечно, есть. Отлично. Давай, направь на него и сожги эту защиту лазером на счет три. Один, два, три. Удар. Вот этим лазером можешь делать удары копьем даже. Он не обязательно разрезает. Я не хотел разрезать, поэтому давай, сожги его защиту сейчас. Готово. А, отлично. Ну, что там, клоун? Что ты рассказывал, расскажи мне еще раз. Что я там не смогу? Вот он сейчас как разорвался из этого мужчины. По-другому не могу даже сказать. Вот как тело в разные стороны разорвалось и опять внутрь собралось. И он стал каким-то ящером. Только хотел сказать тебе. И 50 тысяч удар ящеру. Один, два, три. Удар. Хрипит он. Так, паразит. Я тебя сейчас сожгу. Здесь энергия атмана. Я тебе показать ее, получаю. И в моих руках появляется огромный шар энергии атмана. Один, два, три. Он рычит. Ну, как. Такие хрипы какие-то выдает. Недовольный. Недовольный. Отлично. Уменьшаю ящера в два раза. Один, два, три. Саламандра хреновая. А вот ты его уменьшаешь, но он опять как пытается вырасти, так лапами отталкивается и как он потихоньку так растет. И силами его намерения я приказываю. Два раза его уменьшит. Один, два, три. Не может ничего сделать. В моей комнате я хозяин. Да будет так. А так есть. Готова. И еще 50 тысяч герц удар ящеру. Следующий будет 100 тысяч. А все, он сел. Так, паразит. Так, паразит. Я тебя спрашиваю, что это было сейчас? Тебя разрезать на две части сейчас здесь? Кому ты здесь показывал театр? Он говорит, мне ее подарили. Кто тебе ее подарил? Я тебе сегодня подарю галактическое ядро. И туда уйдут все, кто тебе ее подарил. Итак, от этого ящера выстраивается канал к ответственному. Один, два, три. Тот, кто подарил. Один, два, три. Он притягивается в эту клетку, становится ее заложником. А у него защита какая-то. Влад, сожги защиту лазером. Значит, три. Один, два, три. Удар. Она как золотая пластина. Где? У кого защита? Ну, пока в клетке. То есть, больше как информация, наверное, что там золотая пластина и канал не может пробить ее, чтобы выстроиться. Хорошо. В ней находится золотая пластина, да? Да, чтобы от ящера выстроить. Нет, от ящера выстраивается канал, но он не может пробить золотую пластину. Я не вижу, кто там. Задаваю ее в сканер. Она еще в сканере у нас не была. Сканер не прошла. Хорошо. И мы приветствуем Нелли и интересуемся, готова ли Нелли к диагностике. Доверить ли она нам в свое биополе? Спросил через полчаса. Посмотри, она кивает. И ей надо вот это тонкое, совсем тонкое, которое, чтобы соединилось с ней. Хорошо. Я даю команду сейчас, и все тела, которые находятся вне ее биополя, сейчас на счет 3 заходят и начинают синхронизироваться с ее биополем. Один, два, три. Пошла синхронизация тонких тел. Она кивает сейчас вот эти вот. То, что было в коконе, и совсем тонкое, что стояло, они спились. Хорошо. Мы можем начинать сканер? Да. И я даю команду сканеру. Сканер на счет 3 начинает сканировать все 7 тонких тел. Нелли находит любые чипы, датчики, импланты с ее заложниками. Один, два, три. Пошел скан. Ну, у нас, кроме вот этого ящера, демон и черт. Больше никого нет. Вот, вот кто к нам пришел. Отлично. Считай цифры у демона и черта над головой. У демона. 17. Так, демон, ты знаешь, куда ты пришелся на свои похороны. И черт у нас там стоит, да? Да. Хорошо, черт. Какой? Цифры? 5. 5. Хорошо. Так. Демон, ты знаешь, куда ты зашел? Ну, он спокойный такой, по животу себя гладит. Приветствует тебя. А что он такой спокойный? В чем его такая уверенность? Объясними. Говорит, я ничего не нарушил. У тебя есть контракт с ней? С ним. И на ящера показывают. А с ней у тебя есть контракт? А может не на ящера, а кто-то между ними, кому мы не видим. Хорошо. И тот, кто в клетке стоит невидимый, проявляется силами его намерения. Да будет так. 1, 2, 3. Снимается все маски, голограммы. Фантом предстоит первый в данном виде. Хорошо. Сейчас посмотрим, кто там. Нет, он загорожен вот этой золотой пластиной. Пластина стоит в клетке? Да. Хорошо. Снимаю силами его намерения. Эта пластина выходит из клетки защиты. Снимается его. 1, 2, 3. Готово. Он как от солнца жмурится. Отлично. И эта золотая пластина висит там, да? Да. Пооткрываем под ней портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Она улетает в галактическое ядро на переработку. Закрывай, опечатай, растворяй. Мужчина. Вот. Лысый. Лысый мужчинка. Кто ты такой, паразит? Представься. Он на... Сейчас, подожди. За 60. И у него сзади вот лысина, и сзади такие волосы седые, белые. Понятно. Так. У него защита есть? 1, 2, 3. Но мы вот эту золотую пластину убрали. А и отлично. И он получает 50 тысяч герц удар. Он начинает как молиться, я бы сказала, какие-то танцы какие-то произносить. О, давай посмотрим. Давай на это шоу посмотрим. И руками как-то делать. Отлично. И я сейчас на него направляю свой щит. Концентрирую энергии любви отца. Энергии любви архангелов. И сжигаю на его глазах его защиту. 1, 2, 3. Пошел мощнейший удар света. Жок он его. Он ящеров зовет. А ящеров зовет. Ну, давай, приходите. Всех отправим вас. Сейчас обожглое. Дальше начинает читать молитвы, свои заклинания. Начинает терять до 90% энергии, пока не упадет. 1, 2, 3. Программа действует. Программа активирована. Он замолчал по сторонам, смотрит. Так, ты видишь меня, колдун? У него такие глаза бегающие какие-то. Он увидит тебя. А удар 50 герц. Пусть лучше смотрит. Законы кармы сработали. Не бей меня. Я тебя уничтожу сегодня. Я тебя в такое место отправлю, ты себе представить не можешь. До конца исчисления будешь работать на ящеров. Он так на них работает. Отлично. Хорошо. Ты хочешь жить? Дальше. Он кивает. Давай, начинай рассказывать мне, кто ты, откуда ты и что ты сделал. А ловит он. Ты ловишь для кого? Для ящеров. Имя свое назови сначала. Владимир. Влад, это ложь или нет? Загорается маячок. Зеленый, красный. Зеленый, правда. Красный, ложь. Зеленый. Хорошо, Владимир. Где ты живешь? Предупреждаю, если не будешь отвечать, начнут тебя лупить копьем здесь. Поверь мне, это тебе мало не покажется и на земле. Но он показывает квартиру какую-то. И что это? Где он живет. В этом доме? В этом доме он живет? В каком в этом? Там, где она живет? Не слышу. Нет. Он живет в другом доме, да? Он живет в другом доме. Хорошо. Итак, я слушаю твою историю. Владимир. Приносит ящерам души. Ты заключил с ящерами контракт, да? Хорошо. И все ящеры, которые от него выстраиваются на счет 3, канал. И все ящеры, которые к нему подсоединены, силами его намерения притягиваются в эту клетку и становятся заложниками. Один, два, три. Да будет так? Ну вот этот один, который притянут, через него все идет. Хорошо. От этого второго ящера выстраиваются каналы. И если еще есть ответственные, за эту подключку они притягиваются и становятся рядом. Один, два, три. Да будет так. Канал есть, но он не связан с ней. А с кем? С ним. С ящером. Отлично. Все. И поэтому канал я притягиваю ответственно. Один, два, три. Встал в клетку. Сообщник. Двое еще у нас. Отлично. И замерли в клетке. Один, два, три. Уменьшаю их в два раза. Один, два, три. Каждому по удару. 50 тысяч герц. Один, два, три. Пошли удары. Готово. Защиты есть? У них, знаешь, как лоб, да? Вот у них где лоб? Да. У них как что-то там такое. Ну, давай назовем это третий глаз такое. Какое-то овальное что-то. Вот оно какую-то роль играет. Я не могу понять пока какую. То есть это или защита их, или силы. Отлично. Влад, а ну давай копьем, выключи эту защиту у них во лбу. Один, два, три у каждого. Один, два, три. Удар. Выключим им сверху. Поразил им сейчас-то мозг через него. Звон у них в голове. Хорошо. Дело такое. Или у них, или у нас. Я выбираю их. Хорошо. Значит, у нас три ящера. Да, Вера? Да. Один демон, 17-й, который слишком самоуверенный, довольный и думает, что ему ничего не случится сегодня. И один черт, который ему прислуживал. И этот клоун Владимир, в смысле колдун, в принципе, одно и то же. Хорошо. Все. Так, все замерли в клетках. Говорит только тот, кого я спрашиваю. Малейшее воздействие на нас в этой комнате заканчивается для вас фатально. Я вас разделю лазером на две части. Каждого. Всем понятно? Да. Хорошо. Переходим к реверсу. Энергии. И я даю команду тонкой копии Нелли спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Ответственным за чужеродную негативную патогенную низкой вибрационной энергии в ее биополе. 1, 2, 3. Начали выстраиваться каналы. Сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкой вибрационной энергии. Откат всех негативных программ, негативных мыслей, форм. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Нелли. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усиливаем потоки в 50 раз до последнего микрона все назад. Опиши, пожалуйста, Вера. Ну, она начинает кашлять, у нее идут энергии, но они очень-очень слабые, она не может их отдать. Хорошо, хорошо, Нелли. Я подхожу к Нелли и даю ей свои энергии, и помогаю ей, кладу руки на плечи. И мы даем мощнейший отток чужеродной энергии по каналам. На счет 3. 1, 2, 3. Пошла энергия. Ну, энергия пошла по каналам, и вот тонкая копия как выворачивает, вот из нее как что-то выходит тоже. Усиливаем потоки в 100 раз. Все до последнего микрона мгновенно возвращается к ответственным. Из нее как что-то зелено-черное вышло. И куда пошло? Стоит перед ней. Перед ней? Как туман какой-то. Отлично, ответственность за этот туман, над ним загорается ярко-красная лампочка. 1, 2, 3. Ну, это первый ящер, который... Ящер. Это органическая субстанция или нет? Зеленый 1, 2, 3. Это его энергия. Отлично. Открывается внизу портал, в галактическое ядро 1, 2, 3. Она улетает в галактическое ядро. Закрывай, опечатай, растворяй. То есть она переполнена ей, что ли? Почему она по каналу идет, и еще из нее выходит? Спроси у товарища в клетке. Отравленная, это как яд. Конечно, отрава. Сейчас мы за подарки будем разбираться. Володя, ой, ты попал сегодня. Ой, ты попал. Сегодня ты в такое место уйдешь страшное, ты себе не представляешь даже. Даже говорить не хочется. Говорит, что они обещают защитить меня. Ты видишь твоя защита? Вот у тебя твоя защита. Вот. Вот они стоят, твои защитники в клетке у меня. И сегодня я их уничтожу. А потом тебя. Как тебе такой вариант? Меня нельзя уничтожать. Ты уничтожил почти человека, и поэтому придется тебе сегодня взять на себя весь откат, который ты ей дал. Я тебе гарантирую, ты его получишь. От него информация какая-то. Я не знаю, может, он не хочет это в слов празднести. Но от него идет, что он считает себя властелином душ. У него таких несколько, как Нелли. Хорошо. Таких несколько. Которые он для вот ящеров. Понятно. Хорошо. И что? Скручивает. Пора заканчивать твою черную работу. Пора ответственность нести за свои поступки. Паразит. И предатель человечества. Что сделала ты, а меня, человечество? Ты посмотришь, что ты получишь за то, что ты сделал. Может, для тебя человечество ничего не сделало. Но ты посмотришь, какую ты получишь цену за свои поступки. Ревер, закончился, Вера? Он говорит, что эти ящеры мне дали больше, чем все человечество. Они дали мне власть. Какую власть? Ты посмотри, где ты находишься. Какую власть? Что ты можешь сделать, придурок? Что ты можешь сделать? Какую власть? Вон твои властители стоят. Двумя с дырками в голове. Третьи уменьшены в два раза. Какие они властители? Что они тебе дали? Мнимость какую-то. Я у тебя сегодня заберу. Мало того, я тебе еще и память сотру сегодня. Всю сотру. Форматирую. Он на них смотрит. Ну, и что они тебе говорят? Они не смотрят на них даже. Вовчик, рассказывай. Твои защитники отказались от тебя по ходу, я смотрю. Да? Он меняется, он складывает руки, начинает кричать. Простите, простите меня. Все, поздно. Поздно. Поздно, поздно. Ревер закончился. Отлично. Устанавливается фильтр с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Нелли забирает всю чистую, светлую и божественную энергию обратно. Пошли энергии божественные и чистые. Один, два, три. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли до последней капли, возвращает Нелли себе обратно. Она, хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Подхожу к демону. Демон. Тебе еще смешно там? Он не смеялся. Уже не смеялся. Он просто, ну, спокойный, довольный. Еще довольный. Наблюдает за этим. Хорошо. Теперь рассказывай о твоей связи и этого колдуна. Призвал меня. Как он тебя призвал? В смысле, не как он тебя призвал, а когда это было и с какой целью он тебя призвал? Два года назад. Значит, ты два года сидишь. Хорошо. Призвал темной энергии мне дает. Энергия, которая мне нужна. Ммм. А откуда у Нелли темная энергия? Или это этот тебе дает? Владимир темной энергии. Да, все делает, он вырабатывает через нее. Понятно. Хорошо. А что ты к нему не подселишься? Ты же видишь, кто там сидит. Там контракт с ящерами. Ну, понятно, да. Сегодня, ну, ладно, хорошо. Он, правда, забудет после этого сеанса о всяких контрактах, потому что я сегодня все сожгу и память ему сотру. Подожди, подожди, говорит, он мне лярва обещал. Он тебе обещал. Я тебе ничего не обещал. Вот с него и требуй. Спроси у него сейчас, где его лярва обещанная. Спроси. Он говорит, да тут все понятно. Я же вижу, кто здесь главный. Кто? Ты, конечно. Поехали дальше. Реверс у нас закончился, а они вернули все? Нет, еще идет. Ну, у нас вот это черное, кокон там и черная штука. Да. Где? Клетки. Кому она принадлежит? Ящеру. Может, избавимся от нее? Ну, вот в которой Нелли была, она тяжелая очень от нее. Прям вот идет. Отлично. Хорошо. Открывается по ней портал в галактическое ядро. Один, два, три. И улетает все в галактическое ядро. Сгорает. Утого. Хорошо. Закрывай, опечатай, растворяй. Реверс закончился. Отлично. Так. Переходим тогда к демону. Демон, ты оставил там свои качельки внизу, да? У тебя там все есть, да? Свои приспособления. Хорошо. За что ты отвечал? За кейболи. Ноги показывают. Он ей ноги перемотал лентой красной. Обе. Ну, как они, как одна стала. Хорошо, снимай все, выходи. Черт, он отпускает. Черт, вышел и все снял. Накидка снимает с нее красную. Лентой с рук. Ноги разматывает. Хорошо. Теперь этот колдун установил. Но, посмотри, в ее теле проявляется. Один, два, три. Сетка на ней. Отлично. Хорошо. И снимаем эту сетку силами его намерения. Один, два, три. Одеваем на колдуна Владимира. Еще раз просканирую, пожалуйста, Нелли. Осталось ли что-нибудь или нет? От него. От него. Нет. Хорошо. Включаем сетку на полную мощность. Пошел откат за все время, сколько он ей дал боли. За одну минуту. Один, два, три. Пошел откат. Нелли возвращает всю свою боль, получившую, которую она получила от него. Сетка принимает, усиливает ее в сто раз и пошел откат. Но он там корчится, ему страшно. Вова, что такое с тобой? Чего ты корчишься? Ты хотел, чтобы другие корчились? Видишь, как случается в жизни? Ему непонятно даже, где он. Он в каком-то страхе. То в одну сторону, то в другую. И она в таком страхе жила. И в таком состоянии. Плюс со стертой памятью я тебе и оставлю, Вова. Сегодня. И ты будешь доживать свои последние дни и не будешь понимать. Он сейчас уши закрыл руками и кричит. Отлично. Вот он, откат. Хватит, хватит. Откат автоматом закончится, когда Нелли полностью всю свою боль отдаст. Выключается автоматически, как только Нелли вернет всю ему свою боль. За все эти годы. Ну и где твои ящеры-клоуны? Чернокнижники драные. Он упал сейчас. Хорошо, пусть лежит. Такое дело. Так, они все забрали. Значит, колдуна мы убрали. Демон убрал. Так, давай теперь посмотрим, что у нас от ящеров осталось. И выпускать я их не собираюсь. Давай, Вера, просканируй. Пожалуйста, ручным сканером. И скажи, где что находится. У нее на спине, даже не могу понять, какое это тело. Я просто вижу у нее на спине, вот голова, как шапка одета. И дальше по всей спине, руки, ноги. Вот идет, как шкура ящера. И силой моего намерения Влад подходит, разрезает эту шкуру ящера и снимает с нее полностью до последнего микрона. Кидает ее в воздух, она зависает в воздухе и к ней притягиваются все микроны оставшейся энергетики ящеров. Значит, три, один, два, три. Пошел откат назад. Все наматывается до последней нити. Подошвы, ног, с них тоже все выходит. Все до последнего микрона. Нелли включает внутренний свет и вытесняет за пределы своего биополя всю чужеродную. Энергии ящеров на счет три. Один, два, три. Собирает всю свою энергию, вытесняет, отдает им назад. Выходит все. Остается только ее энергетика. Готово. Хорошо, открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три. Эта сетка улетает в галактическое ядро со всем, что оставалось на энергетике ящеров. Один, два, три. Закрывай. Она как шкура больше, чем сетка. Ну, шкура. Понятно. Костюм целый. Ушел, да? Угу. Хорошо. Так, давай еще раз просканируем на всех частотах. Значит, три, один, два, три. Пошел скан. Все семь тонких тел. Малейший микронный моментально находится. И проявляется, загорается ярко-красными маячками. Каналы горят ярко-красным цветом к ответственному. У нее какие-то еще возле ног что-то есть. Рядом лежит как две такие. Два кругляшка, какие-то как капли такие. И два кругляшка выходят из ее биополя и зависают в воздухе перед ней. Один, два, три. Ответственные за кругляшки. Загорается над ним красная лампочка. Один, два, три. Но это вот как черные какие-то остатки от того, что ушло. Открывается портал в галактическое ядро на счет три, один, два, три. И улетают эти капли в галактическое ядро. Все до последнего микрона. Выдавливает Нелли из себя. Все на чистоте демона, на чистоте черта, на чистоте ящера. Все выходит. Остается только ее собственная энергетика. Я подхожу к Нелли, кладу руки на плечи и даю ей необходимые энергии для того, чтобы выдолкнуть все частицы, которые ей сейчас не нужны в ее биополе. Все чужеродные. Пошла энергия. Готово. Отлично. Хорошо. И все, что там осталось. Остатки под ними тоже открываются. Галактическое дроне уносится в галактическое дроне. На переработку. Один, два, три. Есть. Хорошо. Так. Мы с ними закончили. Надо отпускать. Давай еще эту рассинхронизацию сделаем. Обязательно. И на счет три. У нее сколько энергии? Ей хватит на рассинхронизацию? Не хватит. Я к ней подхожу, даю ей необходимую энергию, беру ее, держу ее за плечи. У нее 32. 32? Так ты что смеешься? Вообще там ничего не хватит. Мы сейчас не можем просто ее заправлять энергией. Устаем все. Она сейчас чистая или нет? Она чистая. Хорошо. Давай 120. Прозрачное что-то еще есть. Между клеткой и Нелли. Хорошо. Я понял. Я подхожу к Нелли, кладу руки на плечи. Даю ей необходимую энергетику. И на счет три. Начинается рассинхронизация с энергией ящера. С энергией демона. С энергией черта. И с энергией колдуна. Нелли забирает все свои частички энергии. Ящер, демон, черт, колдун. Все забирает свое, что находится на их частоте. И все это начинается на счет три. Один, два, три. Пошло отторжение. Чужеродное уходит. Свое забираем. Забираем у ящера. Забираем у черта. Забираем у колдуна. Все уходит назад. И все возвращается. Чужеродное. К ящеру, демону, черту или колдуну. На их частоте. Ну вот эта бесцветная прозрачная связь, да? Да. Оно как резинка, что ли, от нее отстегивается и возвращается ко всем. Готовая пустота между ними. Сейчас ее тонкая копия, она себя трогает везде. Вот так вот. Руки, голову. Хорошо. Так. У нас демоны черт могут уходить, да? Да. Что демон? Два года бесцельное существование, да? Кому ты поверил? Колдуну? Все напрасно, демон, да? Он два года питался. Ладно, хорошо, выйди, забери эту лярву, на меньшее будет работы, забирай все, что там осталось. И возвращайся назад. Тебе говорит, что ты классный чувак. У нее на затылке лярва. Пусть забирает, я вижу ее. Я хочу, чтобы ты, не дай бог, в нее влезла или что-то. Мы не наступили на нее. Все? Да. Хорошо, готов уходить? Да, готов. Хорошо, открывается один портал на демоны черта. Один, два, три. И демон черт уходит в этот портал, забывает дорогу назад. Один, два, три. Закрывай, опечатай, растворяй. Готово. Хорошо, так. Пентаграмм. Что? Ставлю пентаграмму. Закрывай, опечатай, ставь огненную пентаграмму, конечно. Готово. Хорошо, Вера. Так, у нас остался колдун Владимир и три ящера. Я предлагаю избавиться от трех ящеров. Ты готова? Хорошо. И я делаю запрос к Ли. Прошу выйти на связь. Послушайте, Влад. Приветствую, Ли. У нас три опасных, опасных ящера, которые очень много установили, очень опасных вещей и с черной магией связаны, и все, что угодно. И колдуна подкупили на земле, и вот сейчас они находятся здесь у меня. Три. Один основной, и два еще по каналам вытащил. Заберете их? Да, наши клиенты. Ваши. А я сама открою портал. Хорошо, ждем. Он открылся. Хорошо. И все ящеры на счет три улетают в этот портал. Один, два, три. Да, будет так. Они их выводят. Выводят, отлично. Роботы? На них даже одевают что-то. Как колпаки какие-то одевают, на них бесцветные. Везут, опасные сущности. Хорошо. Я благодарю тебя за сотрудничество. Я благодарю тебя, Али, за сотрудничество. Закрывает портал. Закрывай и рассинхронизируйся. Хорошо. Так, у нас остался Вовчик, да? Вова-колдун. Вова, ты жив там? Он хрипит на полу. Хорошо. Откат. Как тебе? Нормально? И силами его намерения Вова встает. Один, два, три. Становится в полный рост. Но его шатает. И от него идет, что вы за это ответите. Мы за это ответим. Хорошо. Мы за это ответим. Ты просто... Говори это у него, он не говорит. Он не говорит. Он такой скользкий какой-то весь. Хорошо, отлично. У меня для таких вещей, для таких сущностей есть специальные... С бегающими глазами. Я вижу. И в моих руках появляется мое кольцо. Магическое. Один, два, три. Я открываю его и дую на него. Значит, три, один, два, три. Твоя память стирается. Ты ничего больше не помнишь. Ты ничего не знаешь. Ты не знаешь, как тебя зовут. Твои магические знания, все твои каналы нейтрализованы. Магического, ни одного магического заклинания. Да будет так, а так и есть. Вот вокруг него, как порошок такой, обитает. Зеленый, да? Полностью оволакивает его вверх, вниз. Отлично. Очень хорошо. Вова. Владимир. Напугался тебя. Где я? Владимир, а где ты? Как ты сюда попал? Откуда ты пришел, Владимир? Он говорит, кто здесь Владимир? Кто здесь Владимир? Действительно, здесь Владимира нет. Хорошо. И завязываем на нем эту сетку. Плотно она входит, остается в ее биополе. Программа остается действовать. Как он ее запрограммировал? Он говорит, отпустите меня, я пенсионер. Ты пенсионер. Конечно, мы всех пенсионеров отпускаем, безусловно. Конечно, отпустим. Я военный. Военный пенсионер. А в каком звании ты военный пенсионер? Какое у тебя звание? Майор. Майор. Понятно, товарищ майор. Я не знаю, что вы здесь делаете. А вы про ящеров не слышали никогда? Что сказок начитался. Да, согласен. Это я сказок начитался. Хорошо, Владимир, вы не туда попали. Мы решили вас отправить назад. Вы готовы уходить на свою чистоту? Да, он кивает. Отлично. И на счет три. Открывается портал на чистоте Владимира. Один, два, три. И Владимир, майор, запаса уходит. Свой портал. Забывает, где он был. Он забывает вообще все. Да будет так. Закрывай, опечатывай, растворяй. Фу, мрази, терпеть не могу этих тварей. Готово. Чернокнижных. Все, Верочка, давай включаем сейчас высоковибрационные фиолетовые лучи и вытесняем из комнаты всю их энергетику. Дышать нечем в комнате. Наши каналы. Наши каналы. Подхожу сейчас к Нелле, кладу руки на плечи и даю 100 тысяч герц, сжигая все каналы моей энергетикой. Один, два, три. Удар. Все каналы сожглись. Да, готово. Хорошо. Открывается воронка против часовой стрелки. Улетает весь этот мусор в галактическое ядро. Один, два, три. До последнего микрона включаем фиолетовые лучи. Они очищают комнату полностью от остаточных негативных вибраций и энергий. Котово. Хорошо. Она сейчас чистая у нас. Мы каналы ей отключили. Поехали туда по частотам. Переходим на чистоту. Магическое воздействие, если таково есть, оно проявляется. Один, два, три. Фантом может выйти. Но Вова вышел. Вова вышел. Фантом, да? Ну да, он сидит. Как за столом я вижу. Но не органически, да? Нет. Ну и все. Это мысли формы. Выкидываем ее в галактическое ядро. Открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три. И этот фантом улетает в галактическое ядро. Закрывая печатай, растворяя. Котово. Вова сидящий. Сейчас Вова будет. Получит приятные. У нас тонкая копия плачет. Нелли, в чем дело? Это радости или от боли? Чего? Слезы? Нет слов у нее. Это эмоции. Эмоции. Хорошо. Нелли, я прошу вас успокоиться. Мы всех уже вытащили. Не беспокойтесь. После этого мы сейчас все доделаем нашу работу. А потом почистим вашу квартиру. И все будет хорошо. Не беспокойтесь. Хорошо? Кивает. Отлично. Все. Я не хочу вас видеть плачущей. Поехали дальше. Переходим на чистоту. Неупокоенные бесплотные. Души. Если есть, они проявляются. Честь. Переходим на чистоту. Бесплотные подселенцы. Если они есть, они проявляются. Есть. Бесплотная какая-то серость, как летучая мышь. И бесплотная душа улетает сейчас в нашу клетку-тюрьму. Один, два, три. Становится и заложником. Снимаются все маски и голограммы. Кто такая? Что там? Летучая мышь. Подселили. А, эти подселили? Да. Беополе. Она органическая, это мышь? Мышь. Или это черная какая-то субстанция? Ну, она как субстанция серая, я бы сказал, не черная. Поставим ячок, где же она красная. В форме вот этой мыши. А, субстанция. Значит, уничтожаем. Открывается внизу портал. В галактическое ядро. Один, два, три. Улетает в галактическое ядро. На переработку. Улетай там. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Есть. Хорошо, мы закончили чистку. Нелли, как она выглядит? Яркие, энергии, гармонизированные. Великолепно. Высокая копия, не тонкая. Хорошо. Отлично. Хорошо, Вера, мы закончили чистку. У нас осталась чистка квартиры. Ты готова? Давай вернем ее. Давай ее вернем. Хорошо. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Нелли в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждой клеточке, каждой извилинке мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отлично. Хорошо. Отключайся от объекта, перемещайся в комнату диагностики. Я здесь. Ты готова? Да. Хорошо. И я прошу тебя в энергоинформационном поле найти квартиру и стать перед ее дверью. Один, два, три. План ты помнишь? План ты помнишь? Да, я здесь. Отлично. И подними сейчас над квартирой и просканируй ее своим ручным скейнером на наличие видимых порталов. Красным цветом загорается все чужеродное. Я не вижу ничего, у меня вся квартира красная. Вот так. Отлично. Хорошо. И я даю команду. И устанавливается, значит, три лазерные клетки. Один, два, три. И она устанавливается в большой комнате. Один, два, три. Все порталы, все чужеродные энергетики, все сущности притягиваются в эту клетку, не могут воздействовать и остаются в ней заложниками. Один, два, три. Значит, сейчас у нас здесь, ну я бы сказала, они как летучие мыши, и они держат сетку, которая красная на всю квартиру была. Они, в общем, из углов притянулись. Мыши? Да, вот они как растягивали сетку. Понятно. Сетка. Где сетка? Они с мышами в клетке. И поставь над... Давай их просканируем, они органические или нет? Один, два, три. Есть ли там органика? Мышей? Они магические. А, магические. Открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три. Они улетают вместе с сеткой в галактическое ядро. Один, два, три. То последнее микрона. Все улетело. Закрывай, опечатай, растворяй. Магические твари. Готово. Хорошо. Кто у нас еще? Смотрим. У нас что-то здесь полно. Змеи, мыши. У нас есть черт. Две воронки. И арахмальт. Хорошо. И под воронками открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три. Они улетают в галактическое ядро. Один, два, три. Что у нас там? Змеи, ты сказала. И что еще? Мыши. Но это тоже магия. Змеи, мыши. Все. Открывается под ним портал в галактическое ядро. Улетают в галактическое ядро. На переработку. Закрывай, опечатай, растворяй. Готово. Кто у нас там? Черт и арахноет остался, да? Да. Черт. Ты что здесь делаешь? Портал показывает ванне. Ванной. А мы заметили портал ванны? Не притянулся? Мы его не видели. Портал нет, воронки притягивают. О, понятно. Черт, сколько портала в этом доме еще осталось? Он показывает какое-то то ли окно, то ли балкон. Хорошо, покажи нам сейчас. Вера, давай в ванную пусть он тебя сводит, покажет этот портал. Меня за руку хочется взять. Не надо брать ее за руку. А тебя может ударить сильно. Не бери лучше. Показывай, куда идти, и она пойдет за тобой. Все правильно. Стена. Стена, да, отлично. И по всему периметру стены открывается портал в галактическое ядро. Он еще 3-1-2-3. Эта воронка улетает в галактическое ядро. Этот портал закрывается, опечатается, растворяется. До последнего микрона все ушло. Кухня, он идет дальше. Пошли в кухню. Вся стена. И всю стену по всему периметру открывается большая воронка против часовой стрелки в галактическое ядро. 1-2-3. Все улетает в галактическое ядро на переработку в чистую первичную энергию. Закрывается, опечатывается, растворяется. Да, вот здесь в кухне вижу я от арахноида. Паутины. Паутины. Хорошо. Он соберет сам. Он соберет, конечно, да. Пошли дальше. Меня портал интересует еще. Где еще черт? Назад вернулся в комнату. Там окно. Да. Там портал. В окне, да? Да. И под окном открывается портал в галактическое ядро. Значит, 3-1-2-3. Воронка открылась. И этот портал улетает туда в галактическое ядро на переработку в чистую первичную энергию. Готово. Хорошо. Пошли дальше, черт. Он показывает все, но он оставил там. Черт, давай сделаем так. Ты сейчас пойдешь и соберешь все, что ты оставил в этом доме. А за это я соберу всю темную энергию, которая здесь осталась, весь негатив, и отдам тебе этот шар. Хорошо? Да, да. Согласен. Давай, приступай. Он лазит, в кухню побежал, к шкафам лазит, к диван залазит. А еще он снимает с кровати какое-то тонкое красное покрываться. Ну а что это такое? То есть она спать не могла? Она и накрывала, когда она спала. И что это давало, черт? Сны хорошие. Ну, для него хорошие. Для него хорошие, понятно. Сны ужасов. Ладно. Все собрал. Все собрал. Хорошо. И сейчас я даю команду арахноиду выйти и собрать всю свою паутину, все свои яйца, если что-то осталось в этом доме. Все должен забрать. Приступай. Я после этого провожу проверку 2 миллиона герц. Если что-то найду, по каналу сожгу. Коридор начинает у него там прям с самого низа, со стены по углу. И оттуда. Паутина по всему потолку идет. Будем защищать квартиру. Он как-то сел вот так и начинает как стягивать. И вот вся паутина стягивается. То есть ни одной ниткой, а как сетка или что-то несколько вот их стягивает он. Туда притягиваются паучки маленькие, арахноиды. У нас там паучки маленькие находятся. Ну вот он как сетка, ну вот сетка, как называть, который паук летет. Я понял. Это в его интересах просто эту сетку и паучку всех забрать. Он знает. Ну вот он все стянул, сейчас побежал смотреть еще кухню как раз, все обсматривать. Собирает остатки. Все собрал, сел. Хорошо, арахноид. И просканирует сейчас квартиру на чистоте арахноида. 1, 2, 3. Если что-то осталось, загорается ярко красным цветом. 1, 2, 3. Ничего нет, но от него как пыль летает в воздухе. Вот серость какая-то, знаешь, пыльная когда что-то. Хорошо. И я даю команду. И вся эта серость на чистоте арахноида начинает сейчас формироваться в шар перед клеткой. 1, 2, 3. И все слетается со всей комнаты на чистоте арахноида. Вся эта пыль. Готово. И отправляй ее в арахноиду туда. Арахноид забирай. Клетки она. Хорошо. Все. Арахноид готов уходить? Да, он готов. Ты больше в эту квартиру не придешь. Мы все порталы закрыли. Даже не думай. Найду второй раз. Накажу. Понятно? Кивает. Хорошо. Открывается портал наверху против часовой стрелки на чистоте арахноида. 1, 2, 3. Арахноид забирает все, что он с собой принес до последнего микрона и уходит на свою чистоту. 1, 2, 3. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. И я даю команду сейчас и со всей квартиры, с каждого уголка, с потолка, со стены, с пола, со всей квартиры начинает слетаться и формироваться большой шар все негативные энергии, находящиеся в этой комнате. Энергия болезни, патогенные энергии. Все негативные энергии начинает по нитям скручиваться в большой такой клубок и зависает перед клеткой. Наматывает все на себя. Готово. Большой? Да, большой. Отдаю эту черту. Черт, забирай. Да, он забрал. Доволен? Очень доволен. Теперь скажи мне, у меня один вопрос есть. Тут хозяйничали в ее биополе ящеры, мы их убрали. Скажи, кто мочил полотенце в ее квартире? Кто там заходил туда? Кто это был? Змей. Это змей и мыши. Это магическое было? Да. А, это они все делали. Змей и мыши. Понятно. Но вот этот клубок, который ты ему отдал, в нем цвета вот этих ящеров и вот серость какая-то. А, отлично. Вот это ему все, что он любит. Хорошо, черт. Я благодарю тебя за работу. Ты готова уходить? Да, готова. Прошу тебя больше не переходить в эту квартиру. Да, мы ее будем сейчас защищать очень сильно. Поэтому ты понял, да? Найдешь себе новое место. Да. Открывается внизу портал на частоте, черта, 1, 2, 3. Черт уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяясь в огненную пентаграмму. Клетка у нас пустая, Вера. Ага, готова. Клетка пустая. Отлично. Квартира у нас чистая сейчас. Или зальем ее потоком абсолюта? Давай зальем. Хорошо. И, значит, 3. Я открываю на всю ширину квартиры. Огромный поток, мощнейший поток энергии абсолюта любви отца начинает входить в эту квартиру. 1, 2, 3. Сжигает все чужеродное, все негативное, все патогенное, все плохие энергии сжигаются силой любви отца. Да будет так. Готово. И на потолке остался вот этот свет. Какой? Абсолютно. Остался. Отлично. Хорошо. Значит, тогда мы сейчас сделаем, давай сейчас полностью по всему периметру квартиры. Заливаем все. 1, 2, 3. Есть. Сверху уплотняемся. Пол, стены. 1, 2, 3. Входную дверь. Готово. И на все стены, на входную дверь, на потолки, на пол устанавливаются печати. Царя Соломона. 1, 2, 3. Да будет так. Так и есть. Готово. Отлично. Все, Вера, как у нас квартира? Свежая, чистая. Отлично. И на счет 3. Перемещайся ко входной двери. 1, 2, 3. На входную дверь снаружи устанавливаем еще одну печать Царя Соломона. 1, 2, 3. И на счет 3. Отключайся от квартиры и переноси в свою комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел по дем. Куртира готова. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.